В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В Самару ввели войска. На аэродроме Кряж прошла первая репетиция Парада Победы. Лето будет жарким. В Красноярском районе прошли учения по тушению лесных пожаров. Сотни протоколов, ликвидация и штрафы. В Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей. Лучшие из лучших уехали. Певцы, танцоры, концертмейстеры. Делегация от Самарской области отправилась в Тюмень, где пройдут 15-й молодежные Дельфийские игры. Приходите, помогут. Реабилитационный центр «Самарский» вскоре заработает по-новому. Началась подготовка к главному событию мая – Параду Победы. Сегодня полторы сотни солдат репетировали на аэродроме Кряж. Эта площадка по параметрам идеально походит на площадь Куйбышева. На импровизированный плац вышли военные, войска МЧС, полиция, кадеты и новейшие образцы российского вооружения. Валерия Макарова увидела, во что перед парадом обувают боевые танки. Как только началась репетиция, над аэродромом Кряж спустились тучи и полил довольно сильный дождь. Но кажется, это вовсе не мешает репетиции. Солдаты готовы к любым погодным условиям. Подготовку к параду начали за месяц. Сегодня первая открытая репетиция, на которую пустили журналистов. Пока все происходит на аэродроме Кряж в Куйбышевском районе, подальше от любопытных глаз. Еще есть время, чтобы отточить строевой шаг и запомнить порядок прохождения по плацу. Впервые в истории Самарского парада на площадь Куйбышева выйдет женская колонна. Их выбирали из разных подразделений. Здесь и медики, и связистки, и даже повара. Выбранные самые лучшие, отличники по физической подготовке, по специальной подготовке. Поэтому стараемся и надеемся порадовать ветеранов, жителей Самары. Репетируем мы каждый день, включая субботу. Поэтому будем стараться и дальше. На плаце выходят колонны военной техники. В первых рядах – танки. Это 45-тонная боевая машина запросто форсирует болото и горную местность. Танк Т-72Б может много. Городские улицы для танка Т-72 – роскошь. Он продолевает их просто в легкую. Чтобы мощные гусеницы не повредили дороги, танк обувают специальные асфальтоходные башмаки. Искандеры, гаубицы, БТР и другую военную технику любой желающий сможет рассмотреть поближе на параде 9 мая. Зрителей на площади ожидается больше 26 тысяч. Но перед этим в военных ждут еще десятки репетиций, каждый из которых приближает их к премьере. Торжественностью момента проникаются все – и даже местный сторож аэродрома. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Самара, возможно, станет городом боевой и трудовой славы. Принято решение обратиться к президенту, чтобы заслуги Куйбышева в военные годы были признаны по достоинству. Об этом сегодня говорили на расширенном совещании по подготовке мероприятий ко Дню Победы. В этом году торжества будут посвящены не только 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 75 лет прошло с того дня, когда Куйбышев стал запасной столицей страны. Олег Зверев узнал, как пройдут торжества в Самаре и области. День Победы планируют не менее масштабным и торжественным, чем в юбилейный год 70-летия Победы. Для Самары нынешняя дата особенная. 75 лет назад было принято решение эвакуировать в Куйбышев заводы, правительственные учреждения и иностранные посольства. Город стал запасной столицей. К юбилею этого события выпущен памятный знак, который будет вручен ветеранам и участникам войны, заслуженным людям региона. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на расширенном совещании по подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Программу мероприятия представили общественности. Хороший знак, памятный знак. Значит, он украсит все. Тут и наш Ил, и здесь парад 41-го года. Здесь же наш театр, опера и балета, изображения. Потому что на Куйбышевской площади проходил этот парад. Их будет изготовлено более 100 тысяч медалей. Центральным событием 9 мая станет парад на площади Куйбышева. Ожидается включение из Москвы поздравления президента России. Самарский парад будет транслироваться в разных районах города, а также на улицах городов области. А накануне, 8 мая, вечером, начнется акция «Вспомним всех поименно». Впервые в России на фасаде здания областного правительства будет световое 3D-представление «Великая победа». Покажут фамилии всех жителей Куйбышевской области, погибших на фронтах войны. Впрочем, мероприятие только майскими праздниками не ограничится. Торжества будут проходить весь год, в том числе и по поддержке ветеранов. Самарская область – уникальные регионы по своему отношению к памяти героев. Их имена дают учебным заведениям. 1 декабря 2015 года 116 школ Самарской области носили имена героев. За это мы должны сказать спасибо всем, кто занимается воспитательной работой в школах, кто создает новые музеи. А Самара, возможно, уже в скором времени будет наделена статусом «Город боевой и трудовой славы». Принято решение обратиться к президенту страны, чтобы в год 75-летия события, когда Куйбышев де-факто стал запасной столицей, его роль получила достойное признание. «Мы будем официально обращаться и просить, чтобы нам разрешили и приняли это решение дать городу этот статус». Олег Зверев, Максим Гусев, События. Безопасность горожан на майские праздники будут обеспечивать по полной программе. Подготовку к ним обсудили на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации. Где в городе планируются масштабные народные гуляния и как будет организована безопасность, расскажет Марина Матвейшина. «Безопасность превыше всего. В начале мая в Самаре пройдут десятки общегородских и районных мероприятий. Планируется, что участие в них примут более 200 тысяч человек. Самыми значимыми станут первомайское шествие и парад в День Победы на площади Куйбышева. Безопасность на торжествах будут обеспечивать полицейские. Они же будут дежурить в храмах в ночь с 30 апреля на 1 мая, где будет проходить пасхальная служба». «С утра 1 мая тут совпали два праздника, в том числе православные. То есть граждане будут посещать активно кладбище. 12 по городу у нас, где мы ожидаем наиболее большое количество граждан. Также в каждом месте полиция будет обеспечивать порядок». День Победы завершится праздничным фейерверком. В этом году не только в центре города, но и в отдаленных районах – Куйбышевском и Красноглинском. «Все меры безопасности, необходимые для проведения мероприятий в Куйбышевском и Красноглинских районах, как то обеспечение заборами ограждения, металлодетекторами, всеми необходимыми средствами первичной безопасности пожарной, будут предусмотрены согласно вашим рекомендациям, которые выдавались в предыдущий период». На заседании антитеррористической комиссии обсуждают и вопрос безопасности детей летом. В лагерях вовсю идет подготовка к каникулам. Укрепляют противопожарную и санитарную безопасность, проверяют электропроводку, обрабатывают мебель огнезащитными средствами, морят насекомых и мышей, рубят сухие деревья и валежник на территории вблизи лагеря, а также проводят инструктаж с персоналом лагерей. «Что касается антитеррористической безопасности, то работа в этом направлении ведется в соответствии с перечнем минимальных требований. Во всех учреждениях будет организована охрана силами частных охранных предприятий. Везде установлена громкоговорящая связь и оповещение». В городских районах также идет проверка безопасности населения. В каждом доме проверяют чердаки и подвалы. Устанавливают на них замки, чтобы посторонние не могли туда проникнуть. «Я бы еще обратил внимание на стройки. У нас были примеры в истории страны, что во время производства строительных работ возникали там всякие бесконтрольные мероприятия. Поэтому, наверное, в план работы нужно включить и обследование строек, особенно там, где участвует иностранная рабочая сила». К чемпионату мира по футболу на предмет безопасности готовят крупные транспортные объекты – железнодорожный вокзал, автовокзал и речной порт. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. «Дождь» пожару не помеха. В Самарской области прошли запланированные учения по тушению лесных пожаров. Сирены и гул вертолета раздавались сегодня в Красноярском районе. Десяток расчетов, воздушная техника и бравые спасатели ринулись на борьбу с огнем. Затем, как справились с возгоранием, наблюдала Марьяна Мирная. «Повреждения на линии электропередач вызвали возгорание в лесной зоне. Пожарные приехали буквально за 7 минут и потушили огонь». Такую легенду отработали на учениях спасатели МЧС, волонтеры и лесники. Условные учения для пожарных – обычное дело. С огнем справляются быстро и качественно. Работа отлажена. Несколько тонн воды обрушиваются с небес на землю, чтобы спасти лес от исчезновения. Практические занятия проводят для того, чтобы быть готовыми ко всему. «Нарушения есть, они выявляются оперативно нами. Это и люди, посещающие леса с целью просто отдохнуть, сбора грибов, ягод или пожарить шашлыки. Это и дачники в том числе, когда у нас на границах с лесными участками организуются несанкционированные свалки, бытового мусора, мусора с дачных приусадебных участков. Это тоже, в свою очередь, создает определенную угрозу возникновения распространения лесных пожаров». С 15 апреля в Самаре установлено ограничение на разведение костров в лесах. Оно продлится до 1 октября. Запрета на посещение лесов пока нет, но может возникнуть при 4-м и 5-м классах пожароопасности. Тушить пожары – дело затратное. В прошлом году в регионе возгорания в лесах происходили почти 50 раз. «Все пожары в основном были низовые и ликвидированы на ранней стадии возникновения. То есть горела подстилка, и урона лесному фонду не было нанесено. Только затраты. Но все-таки все равно около миллиона рублей по прошлому году в ущерб от пожаров». За 20 минут крупное возгорание было ликвидировано. Учения признаны успешными. Комиссия поставила высокие оценки пожарным. Мариана Мирная, Константин Головин. События. В Самаре продолжается борьба с подпольной торговлей. Только в одном Кировском районе за один рейд полицейские и районные власти изъяли порядка 100 литров алкоголя, который продавали нелегально. Барышники вне закона. Репортаж наших корреспондентов. Кировский район Самары, улица Ташкентская. В ряд выстроились прилавки с овощами и фруктами. Но вот документов, подтверждающих их качество, у продавцов нет. Да и торговля здесь вне закона. Продавцы тут же разбегаются, но товар же не бросишь. Возвращаются и ждут, пока на них составит протокол. На вопрос, стоит ли такая торговля свеч, отвечают неоднозначно. Заработали 500 рублей, потерять могут от полутора до четырех с половиной тысяч. Но хозяев товара это мало волнует. В первую очередь штрафуют продавцов. Протоколы направляются в административную комиссию. Люди приглашаются туда и приходят, рассматриваются эти протоколы, выносятся штрафы. Будем продолжать это составлять до того момента, пока они не поймут, что это нельзя делать, запрещено. Квадратные метры незаконно занимает и этот киоск. Несмотря на постоянные предупреждения, торговля здесь все же ведется. Но это ненадолго. В Кировском районе он в двухсотенном списке на демонтаж. Кроме того, продавца также ждет штраф. Полицейские специалисты районного отдела потреб рынка проверили и нестационарный киоск на улице Георгия Димитрова. На него неоднократно жаловались жильцы близлежащих домов. По их словам, помимо газировки и жвачки, здесь незаконно торгуют алкоголем. Позже это подтвердилось. Киоск буквально напичкан бутылками с пенным напитком. Пиво я не продавала. Вот оно по остатку можете проесть, почется, как оно есть, так оно есть. То есть просто хранится? Да. Данным медицинским стационарным киоском запрещено торговать алкогольной продукцией. Изъято алкогольная продукция, а именно пиво, в порядке 10 ящиков. Был составлен протокол изъятия данной алкогольной продукции. Также был составлен протокол осмотра помещения данного. И в последующем будет составлен протокол административного правонарушения. И этому продавцу также грозит штраф. Порядка 5 тысяч рублей. Всего за несколько часов рейда полицейские сотрудники района администрации составили около 10 административных протоколов. С начала года составлено порядка 100. Сергей Кизоркин, Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Помощь рядом. Реабилитационный центр «Самарский» уже в этом году сможет принимать в разы больше пациентов. Завершается строительство пристроек к зданию. Уже сегодня в центре лечатся тысячи человек со всей области. А опыт самарских специалистов перенимают коллеги из других регионов страны. Лариса Шалафаст увидела, как больных ставят на ноги. Первый раз в реабилитационный центр Татьяна Алексеевна обратилась 9 лет назад. После инфаркта она не чувствовала левую руку, требовалось длительное восстановление. Теперь сюда старается попасть каждый год. В момент обострения это осень, весна. Я уже ходить не могу. Прихожу сюда, вот физиопроцедура, физкультура, укольчики. И я уже вот как раз выписалась, можно сказать, у меня последний день. Сюда я еле пришла, отсюда я уже, видите, без палочки, без силу. В центре люди с инвалидностью могут пройти курс массажа и физиотерапии, получить консультацию психолога. В среднем курс реабилитации длится больше 20 дней. Направляют к нам люди центры социального обслуживания по путевкам. В основном превалируют у нас больные, перенесшие острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, то есть больные с заболеваниями органов кровообращения или сердечно-сосудистой системы. Также большой процент составляют больные, клиенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежедневно реабилитационный центр посещают 80 человек. Могли бы принимать и больше, говорят специалисты. Но помещение не позволяет. Кабинетов мало, да и те тесные. В рамках госпрограммы «Доступная среда» в Самарской области в центре Самарске с 2014 года строится дополнительное здание. Здесь будет более просторный зал ЛФК и помещение для гидротерапии. В новом здании есть современный спортзал. Он оборудован всем необходимым, чтобы пройти полный курс реабилитации после инсультов, инфарктов и других серьезных заболеваний. Благодаря этому зданию центр сможет оказывать новые услуги и принимать гораздо больше людей. Планируется, что дополнительное отделение сдадут в эксплуатацию в первом полугодии. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. А теперь коротко о других темах дня. На улице Гая в районе домов 32 и 34 ведутся аварийно-восстановительные работы. В связи с этим перекрыто движение автотранспорта по улице Гая между улицами Ярошевского и Николая Панова. На перекрытом участке в обычном режиме организовано движение по одной полосе, поэтому сегодняшние временные изменения серьезных неудобств водителям не доставят. Воду в домах из-за ремонтных работ не отключали. Жителям других районов города повезло меньше. Им придется провести этот день без холодной воды. Это связано с плановыми работами на водопроводе. В зону отключения воды попадут улицы Ташкентская, проспект Карла Маркса, Вилоновская и Буянова. В Самаре разыскивается серийный убийца. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Маньяк убивает одиноких пенсионерок в возрасте от 75 до 90 лет, проникая в квартиру под видом сотрудника социальных служб. На его счету более 30 жертв. Следственное управление просит помочь в поисках преступника. За помощь следствия будет выплачено вознаграждение в размере 1 миллион рублей. Итоговая проверка воинских частей началась в Центральном военном округе. К проверке привлекаются ракетные, артиллерийские, разведывательные, танковые, мотострелковые, инженерные и другие подразделения, дислоцированные в 29 регионах Поволжья, Урала и Сибири. Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы, стрелкового оружия, гранатометов и штатных боевых машин. Покажут уровень строевой выучки и физической подготовки, состояние воинской дисциплины и слаженность подразделений. Все желающие в выходные могут посетить бесплатные экскурсии по Самаре. В городе пройдет фестиваль «Новое поколение экскурсоводов». В субботу в 12 часов всех ждут на экскурсии «Вдохновляющая сила Самары», которая посвящена произведениям литературного творчества. Сбор участников на перекрестке улиц Куйбышева и Ленинградской. В 13.10 можно будет отправиться в историческое турне на площади Чапаева. Сбор возле драмтеатра. В это же время на Некрасовской, 27, начнется экскурсия «Загадка. История улицы Шести имен». В воскресенье в 11.00 жителей ждет квест-экскурсия по парку Гагарина. Самарская область в этом году получит из федерального бюджета более 76 миллионов рублей на реконструкцию магистралей. На эти деньги отремонтируют автомобильную дорогу в Алексеевском районе. Кроме того, в текущем году регионы с федерального бюджета получат более 40 миллионов на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще 21 миллион пойдет на миллиарацию сельскохозяйственных земель. Наш регион входит в число 25 субъектов страны, получивших максимальное финансирование по этому направлению. Самарская область в последние три года входит в число лидирующих субъектов России по объему получаемых субсидий из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря активной работе губернатора Николая Меркушкина, а также поддержке депутатов Госдумы от партии «Единая Россия». И деятели искусства порой соревнуются между собой. Самарская делегация отправилась завоевывать медали на 15-х Дельфийских играх. Их провожала наша съемочная группа. Караван искусства из Самары отправился в Тюмень. Музыканты, журналисты, дизайнеры, актеры и будущие цирковые артисты будут бороться за победу в 15-х молодежных Дельфийских играх. Праздник искусства зародился в 582 году до н.э. в Греции и пережил второе рождение в 21 веке. Самарская делегация принимает постоянное участие в играх и очень часто побеждает в разных номинациях. Для некоторых участников от Самарской области нынешние Дельфийские игры далеко не первые. И у многих из этих участников есть уже даже несколько золотых медалей. Баянист Артем Третьяков уже в восьмой раз участвует в Дельфийских играх. В октябре он стал чемпионом мира по баяну, выиграв Кубок мира в Финляндии. Инструмент выбрал случайно, но быстро полюбил его за то, что на нем можно играть произведения самого разного жанра. Будет два тура. В основном программа академическая, четыре произведения и одно произведение эстрадно-джазовое. Но если поточнее, бах, токката, миминора, спортиты, шестой, Семенов, калинок, красная, дербенко, токката, вас в концертной триптих на тему «Боско страшный суд» и панчель «10 километров за окошком». Еще одна участница игр Кристина Сырчикова представит судям свои фотоработы. Для нее это тоже не первые игры. Она трижды выигрывала золотые медали. Кристина снимает людей и рассказывает их истории в фотоснимках. Нужно привести 10 работ, домашние задания на свободную тему. 6 работ на тему года, в этом году это родные лица. Потом мы снимаем некий фоторепортаж с открытия деревьевских игр и снимаем блиц-конкурс. Блиц-конкурс — это нам дается какая-то тема. Чаще всего это либо свободная тема, либо это город и горожане. И мы снимаем несколько фотографий на нее. Потом это все выкладывается или развешивается, зависит от пространства. И уже по результатам вот этих всех туров выбираются самые интересные работы, ну и самые интересные авторы. Каждый год уровень участников «Дельфийских игр» растет. Конкурировать становится сложнее, но самарские спортсмены от искусства уверены в том, что покажут себя достойно и привезут домой заслуженные награды. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События. 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Истории, которая началась при Екатерине II, посвятили выставку в Самарской филармонии. Организатором при поддержке областной научной библиотеки выступила городская дума. Вниманию самарцев представили уникальные экспонаты. По старинным книгам, фотографиям, документам можно проследить, как развивалось местное самоуправление в областной столице. На стендах как дореволюционная, так и новейшая история МСУ. Информация обо всех шести созывах депутатов и главных результатах их работы. Вот этот взгляд в историю, этот взгляд в то, что было в 18 веке, в 19 веке, нам поможет сегодня разобраться и в том, что нам необходимо поправить в городе сейчас. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки продолжались традиции меценатства. В прошлом году очень хорошо предприниматели откликнулись на призыв главы города по поводу ремонта наших старых исторических зданий. И многие исторические здания были отремонтированы. Но это капля в море. Очень хочется, что наши предприниматели все-таки откликнулись на этот призыв. И несмотря на то, что чемпионат мира по футболу в 2018 году, нам просто Самару нужно сделать краше. Нам ее нужно преобразить. Насладиться музыкой и игрой настоящих виртуозов можно будет на концерте. Самара – родина баяна, который состоится 25 апреля в 19 часов в Самарской государственной филармонии. На сцену выйдут Александр Тубалец, Рафаэль Сапуков, Сергей Адайкин, Михаил Андреев, а также участники дуэта «Баян-микс» Сергей Войтенко и Дмитрий Хромков. Зрителям обещают много сюрпризов. Кроме того, концерт является благотворительным. Новости спорта в эфире. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Кубок «Десницы» Самарской общественной организации инвалидов-колясочников уже одиннадцатый по счету. В этом году за главный приз за шахматной доской сражаются не только паралимпийцы, как было раньше. Сегодня конкуренцию им составили и обычные гроссмейстеры. Поэтому один рекорд соревнований уже побит по количеству участников. Их более сорока. У нас в этом году представительство гораздо шире. И самый главный уровень игроков очень довольно высокий. Все очень серьезно, потому что шахматы такая игра, что с виду все происходит тихо. Но на самом деле баталии идут у нас грандиозные. Подростком Владимир Чувашов занимался легкой атлетикой, бегал стометровку. Но в 17 лет волей судьбы спортсмен был прикован к инвалидной коляске. С тех пор удовольствие от жизни получает за шахматной доской. Действующий обладатель Кубка «Десницы» в этом году готов завоевать главный трофей в своей спортивной жизни. «Здесь сейчас поблизу мы играем, то здесь необходим, конечно, расчет. То есть это скорость расчета. И это риск, конечно, обязательно риск. Неожиданный уход, партнер задумывается, бегут его секунды. И все». На турнире спортсменов поделили на три группы. Победители в финале разыграли Кубок «Десницы». В этом году его получили Игорь Кислов и Вера Кузьмичева. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok